Так, господа, уважаемые обладистанцы, тут мне весь стрим спамили по поводу того, чтобы я глянул видос, обзор планов на будущее апрель 23 года, я так понимаю там что-то интересное показали, давайте в общем посмотрим, что ожидать в нашей с вами любимой, безусловно, игре, что там опять сделали разработчики наши любимые, вот, надеюсь апнули арту еще раз, вот, и апнули станчик еще. Это второй выпуск обзора планов, сегодня к нам прибыло подкрепление прямо из команды разработки, это Александра, она поможет мне подробнее объяснить, что мы запланировали для вас на предстоящий месяц, в этом выпуске мы хотим детально обсудить пару грядущих нововведений, возвращение старых и новые режимы, это очень важные нововведения, которые мы для вас готовим, также мы расскажем о британских средних танках, которые появятся в игре позже в этом году, надеюсь вы тоже заинтригованы подробностями, которыми поделится Александра. Приятного просмотра и увидимся позже. Давай, Александра, удиви нас полностью. Саша, дави. Всем привет, я Александра Легенченко, старший геймдизайнер World of Tanks. Вместе с командой мы помогаем разрабатывать различные функциональности, например, метаигровые системы и внутриигровые события. Я очень рада быть сегодня здесь с вами, делиться новостями и рассказывать о предстоящих событиях. Знаю, я одну Сашу. Ну что, поехали. Начнем с режима, который полюбился многим игрокам — линии фронта. Мы планируем вернуть линию фронта уже очень скоро, однако необходимо внести несколько правок после предыдущих итераций. Мы хотим упростить систему в режиме, чтобы он стал комфортнее для игроков. Давайте разберемся подробнее. Теперь в линии фронта игрокам будет предложено два случайных резерва на выбор. А, да? Это позволит выбрать один и тот же резерв дважды, усиливая его эффект. Все боевые резервы будут улучшаться одинаково и обладать тремя стандартными уровнями. Теперь авиаудар именно можно еще в два раза токсичными сделать, да? Используя уже знакомые жетоны, вы сможете приобрести дополнительный уровень, достигнув таким образом четвертого уровня ваших боевых резервов. Неслабо. Еще один ожидаемый режим. О, вот это деду надо. Вот это я правда очень желаю. И в нем будет несколько ключевых отличий по сравнению с классическим охотником. Теперь у игроков появится возможность возрождения в первые несколько минут матча. Ну, я надеюсь, первые несколько минут матча, да? Но я надеюсь, что обычный, привычный режим, ну, когда остается только один, он тоже будет, да? Возрождение также можно обнаружить в воздушном грузе. Это позволит игрокам снова оказаться в бою, если их уничтожили на начальных этапах сражения. Но ты появляешься опять сроком, да? То сможете возродить со взводного, если на какое-то время перестанете принимать участие в боевых действиях. О, ну это вообще прикольно. Наконец, в стальном охотнике появятся противники под управлением искусственного интеллекта. Мародеры. Уничтожайте их, чтобы получить больше добычи и опыта. Блин, ну, надеюсь, это не подпортит. Многим из вас мародеры могут показаться знакомыми, если вы участвовали в таких событиях, как мирный 13. Есть три типа мародеров. Волк. Преследует вас. Волк не тот, кто волк, волк тот, кто тигр в лауф. И пытается нанести урон с дистанции. Медведь. Вступит в ближний бой, как только вы приблизитесь к нему. Но выйдет из сражения, если вы отъедете на определенное расстояние. И, наконец, кролик. Попытается скрыться от вас. 921 модели, если вы понимаете, что нет. Только вы его обнаружите. А, интересно, за труп тоже дают 500 очей? Вот эта красная зона. Мы также хотим изменить геймплей, сократив количество игроков в матчах одиночек до 15. Сократив. Это должно уменьшить вероятность тиранистов. Ну, с учетом того, что они вводят мобов, наверное, это все-таки правильное решение. Но, блин, как бы это ни поднасрало. Все-таки это мой любимый режим, не хотелось бы, чтобы стало хуже. Ну, возрождение выглядит еще более-менее нормально, но вот надо тестить, конечно, мобов. Чтобы они немножко не начали ломать. Дать игрокам время улучшить технику и повысить свои шансы в поздней стадии битвы. Ну... Теперь давайте поговорим про возвращение события, о котором многие спрашивают. Речь о Мирном 13. Он вернется в этом году и завершит историю таинственного города с загадочной аномалией. Мы проделали большую работу над улучшением режима хорошо знакомого игрокам. Мы сбалансировали геймплей, добавили больше умений и аномалий, что даст игрокам больше контроля и полезных возможностей в бою. В Мирном 13, в принципе, нормальный режимчик. Нормальный, можно поплавить по участкам. Мы также перерабатываем сражения с боссом, чтобы они были более захватывающими, но в то же время не слишком легкими для вас и вашей команды. Следите за грядущими публикациями, в которых мы, я надеюсь, поделимся с вами более конкретной информацией. То, что он вернется в этом, не вижу ничего плохого. Изменение интерфейса также затронут окно достижений. Мы хотим изменить отображение рейтингов ВТР. ВТР теперь будет разделен на 5 групп. Ну-ка. Бронза, серебро, золото, мастер и легенда. Каждая группа включает 3 уровня. Легенда есть на 3 уровня? Что в сумме дает 15 уровней. Мы надеемся, что это обеспечит более качественное отображение рейтинговой системы. И вам будет проще сравнивать ваш рейтинг с другими игроками. Также мы добавим возможность... Вискоммерсите выводится в новый, так сказать, уровень, да? На новый уровень. Ну, на вид приятно. ...настраивать достижения, отображаемые на главной странице вашей статистики. У вас появится возможность демонстрировать ваши любимые медали и достижения. Ну, разработчики понимают, что пискоммерсия это очень важная часть игры. Немножко это... А кроме того, сделать так, чтобы их статистика лучше отображала боевую эффективность. И давала возможность похвастаться лучшими достижениями. Угу. Прикольно, прикольно смотрится. Вы знаете, что вам нравятся эти обновления так же, как и нам. А сейчас самое время рассказать о режимах, которые вернутся в 2023-м. Ещё? Во-первых, в этом году продолжится история нашего любимого Ваффентрагера. М-м-м-м. Нашего любимого. Узнала тяжёлую работу, чтобы сохранить то, что они создали вместе с отцом. Но Альянс обзавёлся ещё одним знакомым танком, чтобы попытаться её одолеть. Узнали уже? ТВПТ-50-51. У-у-у, чувствую, он неплох будет. Будьте готовы встретить этот режим, когда он появится с новым танком и несколькими интересными изменениями. Дорогие друзья, а вам не кажется, что вот этот огнемётный высер, который, в принципе, в этой игре нахрен не нужен, который можно было бы запихнуть в отдельный какой-то фан-режим, либо ещё чего-то, вот этот огнемётный высер, вам не кажется, что он будет в коробочках? Ну, в порталах инженера, простите. Они сейчас так называются, режимов Ваффентрагер. Вам никак? Вы чувствуете, куда готовят почву? Ну, может быть, я ошибаюсь, конечно, может быть, там будет другой какой-то эксклюзив, но, типа, туда частенько в эти порталы инженера суют новые танки премиумные. Ещё один режим, который вернётся... Ну, вполне возможно, что он будет за марафон. Да, там вроде была какая-то инфа, что-то скидывали, что должен быть огнемётный высер за марафон, поэтому вполне возможно. Ну, значит, здесь будет какой-то другой эксклюзивчик. Посмотрим. В этом году аркада. Мы пока не готовы поделиться подробностями следующего запуска, но можем сказать, что вас ждёт уникальный геймплей, который многие из вас точно захотят опробовать. Ну, мы уже играли аркаду. Мне... А, ну, короче... Наконец, у нас есть информация о британских... Это же то, что было не так давно, да? Ну, мне что-то не зашло. Если это про вот эти движухи, которые они недавно делали, там, с изменением характеристики и прочего. ...колёсных средних танков. Мне не зашло. Скучная помойка была. Мы знаем, что у многих игроков есть опасения по поводу ввода новых колёсников. И сразу хотим прояснить, что эти машины будут больше похожи на легко бронированные средние танки с хорошими орудиями, нежели на нынешних французов. Также можем подтвердить, что у них не будет двух скоростных режимов, как у EBR. А скорость переднего, заднего хода и поворота ходовой будет ниже, что сделает их более похожими на батшат 25Т. Стоп, то есть ездить он не будет так быстро, как обычный колёсник, да? В привычном понимании этого слова EBR. Поворачивать он будет хуже. Но, слушай, поворачивать на гусеничной базе, конечно, гораздо легче. А батшат, да, вокруг своей оси вертится не так быстро. Но за счёт того, что у него гусеницы, поворачивать ему, конечно, гораздо будет легче, чем колёсному. Но вы же понимаете, да, как... Касаемо поворота ходовой, важно отметить. Ему что-то сделают другое, да? Британские колёсные танки не будут маневрировать так, как EBR. А-а-а, всё. Они скорее будут поворачиваться на месте, как классические танки в игре. Кроме того, габариты новых машин будут... Вот именно про это я хотел сказать, что, а как же он будет поворачивать? Потому что на EBR это сложно делать, да? Это надо приловчиться. А учитывая то, что скорость поворота ходовой будет меньше, то это может стать западной. Но тут они, видишь, сделали так. А за счёт чего они это сделали? Просто, типа, мы сделали. Или есть такая движуха в реале. Тут намного больше, чем у нынешних колёсников. Сниженная скорость и более крупный силуэт должны увеличить шансы нанести им урон. Также у этих танков будет 60-ти процентный штраф к мобильности при повреждении одного колеса. А вот повреждение других колёс скажется на их мобильности в меньшей степени. Это отличает британцев от нынешней колёсной техники, которая получает 25-ти процентный штраф за повреждение первого колеса и меньше штраф за остальные. Я понял, они хотят вносить, скажем так, разнообразие в колёсную парашу. Но они хотят нивелировать то, от чего от этих колёсников больше всего горит. Но да, оно будет колёсами, считай, всё хавать. Плюс его полностью, ну там, как гусеничный танк, не остановить. Ну, то, что оно будет такое быстрое, как EBR, это хорошо. ...от ветвлением от танка Ковенантер и до 10-го уровня. А ещё очень скоро на супертесте появится новый премиум танк 8-го уровня. К сожалению, ещё очень рано делиться конкретными характеристиками каждой из этих машин. Но мы уверены, что они будут интересными, особенно для опытных игроков. Чуваки, ну, было бы неплохо, если бы получилось не токсичное дерьмище. Вот. Я вижу, что разработчики выкупают, в чём токсичность EBR-ов, да, и прочего колёсного хлама. И они пытаются это как-то нивелировать, но... Ой, не факт, что получится. Ну, посмотрим, посмотрим на тестах, чё, не будем вайнить заблаговременно до того, как мы это пощупаем. Скорость будет хуже, поворачиваемость хуже, останавливать его будет легче, попадать по нему будет легче. Посмотрим, что получится. Видео было полезным. Надеюсь, не токсичное дерьмище выйдет по итогу. Чего ждать в ближайшие месяцы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски, если вы ещё этого не сделали. Увидимся. Не стесняйтесь сказать несколько тёплых слов Александре. Она отлично вжилась в роль ведущей и подробно рассказала... Ребят, напишите несколько тёплых слов об Александре в комментариях здесь, пожалуйста. Если здесь варик такой. О планах в игре на ближайшие месяцы. Также оставляйте, пожалуйста, комментарии, если у вас есть вопросы, касающиеся новой введений. Или просто поделитесь вашими мыслями. Смотрите, тезис там. Увидимся в следующем выпуске. Спасибо, Александра, за отличную работу. Большое спасибо. Спасибо, Александра. Спасибо тебе, Александра. Так, давайте тезис нам. По поводу того, что сделали с линией спирта. Типа ничего глобального, косметика. Грубо говоря, косметика, ничего супер глобального. Стальной Охотник. Возрождение на первых минутах и то, что ты можешь возродить своего совзводного. В принципе, мне кажется, это может быть прям очень даже ок. Уменьшение до 15 игроков. Плюс можно будет лутаться на мобах. И мне вот интересно, если ты убиваешь моба, с него ты залутываешь 500 очей, когда ты убиваешь обычного игрока. По логике вещей должно быть меньше. Потому что, ну, не такая огромная ценность убить моба, как убить какого-нибудь рандомного игрока. Поэтому я надеюсь, что с очками там все забалансит как надо. Ну, в целом, по стальному заглотнику, это мой любимый режим за всю историю, все пока более-менее вменяемо. Посмотрим, как будут вести себя эти мобы и будут ли они ухудшением. Мне кажется, что не должно, по идее. Дальше. По поводу возвращения Мирного 13. Вполне себе ок. Норм режим. Мы катали. На пару часиков пойдет. Абсолютно не имею ничего против. Далее. По поводу изменения отображения пискомерства. Да, твоей статистики. Плюс, эта игра пропискомерства в большой степени. Поэтому то, что они движутся в этом направлении и улучшают это, скажем так, еще больше будет на показ. Вопросов нет. Дальше. По поводу ветки колесников. Видно, что они понимают, в чем токсичность нынешних колесников. И переживают за это. Не хотят стать на те же грабли. Это видно. Ок. Получится или нет, посмотрим на тесте. Пока давайте не будем заниматься шапка закидательством. Если будет говно на тесте, если получится токсичным, буду записывать видос, на стриме об этом разговаривать и так далее. Будем доносить инфу до разрабов. В целом пока смотрится интересно. По экипажу, как я понял, ВГ откатили. Весь тот бред и всю вот эту тему. Там они немножко перемудрили, подобосрались. Поэтому откатили. Все еще, все еще наша любимая леста не понерфила стан арте, который она апнула в два раза. Поэтому то, что я здесь вижу, там это, конечно, все хорошо. Станчик, куда? Когда станчик? Откатим. Лесточка. Я думаю, вы тоже задаетесь этим вопросом. Ну, ладно. В целом, в целом есть что обсудить. Посмотрим, что получится по итогу. Жду вас в комментариях. Мужики, пишите, что думаете. Ваше мнение по этому поводу. В любом случае, в игре разнообразие танков, веток, колесного дерьма и прочего будет расти. Надеюсь, что хотя бы ума им хватит не наступать на те же грабли. Повторюсь. Посмотрим, что выйдет. Спасибо всем огромное, кто смотрел. Прожимайте лайки, подписочку на канал оформляйте. И ваше мнение оставляйте в комментариях. На супертестах, на тестах, на общих тестах буду щупать, показывать вам на стриме. И будем делать выводы.